Я мать-одиночка с трехлетним ребенком. У меня не было постоянной работы. Потом дочка заболела и нужны были деньги на лекарства. Знакомая села сказала, что есть работа за рубежом, даже купила мне в долг билет. Я улетела на заработки, оставив ребенка маме. Меня привели работать в швейный цех. Он находился в подвале, было холодно, со всех щелей дуло. У меня забрали паспорт, чтобы сделать регистрацию. Русский язык я знала плохо, поэтому не смогла спросить об условиях работы. Мы работали без выходных по 12 часов. Кормили нас только один раз в день. Чтобы не замерзнуть, мы весь день пили горячий чай. Спустя месяц я попросила зарплату, но мне сказали, что я должна 1000 долларов за билеты, регистрацию и проживание. Этот долг я должна была отработать за 3 месяца. Но за полгода работы мне так и ни разу не заплатили. Я переживала о своем ребенке, поэтому однажды выкрала паспорт и убежала. Моей маме пришлось занять деньги под проценты. Они купили мне билет поездом, и я вернулась домой. Так я потеряла полгода, заболела, влезла в долги. Но в отличие от многих, смогла вернуться домой, к своему ребенку. Принимая предложение о работе за рубежом, вы рискуете стать жертвой торговли людьми и принудительного труда. Чтобы обезопасить себя, узнайте больше информации по номерам горячей линии 1899 и 0800 000 0189. Или скачайте мобильное приложение «Справочник мигранта». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok